Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И очень приятный у нас сегодня будет разговор. Почему? Потому что у него всегда есть небольшой негативный оттенок, потому что всем хочется, чтобы транспорт ходил вовремя, четко, и чтобы автобус приехал именно, который нужен тебе, именно тогда, когда тебе это нужно. Конечно, мы к этому идем, и весь мир пытается к этому идти, чтобы люди чаще пользовались транспортом, а не общественным, а не личным. Но, тем не менее, нельзя не отметить, что в городском округе Люберц уже многое изменилось. И о том, как сегодня работает общественный транспорт, нам расскажет директор межрайонного автотранспортного предприятия номер один города Люберцы, филиал МОЗ «Трансавто» Евгения Ивановна Гусева. Здравствуйте, Евгена! Здравствуйте! Ну, сразу же скажу, что, Евгения Ивановна, вы на работу как ездите? На общественном транспорте? Или у вас рядом работа пешком? Ну, наверное, не рядом работа. Я проживаю в городском округе Матища, езжу на служебном транспорте. Но, тем не менее, очень часто мы проезжаем по нашим маршрутам для того, чтобы понимать остановочные павильоны, какая есть проблематика, что нужно изменить. И в части объезда маршрута это нам дает возможность, наверное, более остро реагировать на обращение пассажиров. Да, что просят изменить, возможно, там дополнительно ввести остановочный павильон. Проехали, посмотрели, пообщались с пассажирами, с водителями, да, пообщались. Потому что для нас водители – это тоже такая лакмусовая бумажка, потому что они находятся на линии практически на рабочий день, и они дают свои рекомендации, и потом принимаем уже правильное решение для пассажиров. Да, это удобно, потому что, как раньше говорили, прежде чем посмотреть, куда класть дорожку, нужно посмотреть, как люди ходят. И вот где они больше всего натоптали, вот тогда там мы аккуратненько создаем этот тротуар. Много вопросов, Евгений Иванович, давайте начнем, наверное, с самого главного, потому что он всегда волнует. Мы тут до начала программы говорили, вспоминали эпоху 90-х, когда так называемые маршрутки, причем вспоминаешь эти, не будем называть названия, чтобы никого не обидеть, вот которые вот иногда в некоторых регионах такой степени, вот кажется, что сейчас развалится все, а он лозил людей, потому что нужно было успеть, и набивалось это все, ну, по всей стране так было, по всему бывшему Советскому Союзу. Сегодня, конечно, речь идет о современном транспорте, как у нас с автобусами, сколько новых, что со старыми, и вообще, насколько обновился автопарк, и как он обновляется? Ну, сегодня в нашем предприятии 391 автобус, в большей степени, конечно, это автобусы большого класса, автобусы Лиазной группы, и в прошлом году было большое, огромное обновление подвижного состава, наш парк получил 94 автобуса, из них 22 автобуса, это были автобусы среднего класса, Лиаз 42-92, и 72 автобуса, это автобусы большого класса группы КАМАЗ-НЕФАЗ. Сегодня средний парк нашего предприятия составляет 4,87 года, то есть это, ну, такой, нужно сказать, что хороший, да, вот парк, и средний возраст, если даже говорить по каким-то нормативам, там, 7 лет и более, то у нас он до 5 лет. То есть, как и положено, да, как говорят, машину она меняет раз в 5 лет, раз поездного машине, ну, если, конечно, средства позволяют, да, покупаешь новую. Почему? Потому что все те конструкторские вещи, которые в нее заложены, они же тоже имеют какую-то наработку на отказ. Да. Да, и каждый автобус, наверное, имеет, ну, сразу же, давайте, вот по поводу, кто их осматривает, кто проводит ТО какое-то, это же не так все просто, не как с обычным транспортом. Да, ну, в дополнение я хочу сказать, что все-таки сегодня приоритет это на автобус большого класса, у нас 65% это автобусы большого класса, ну, и дальше это малого класса и среднего класса, и по программе правительства Московской области, губернатора, что, в принципе, в дальнейшем обновление будет только автобусы большого класса и среднего. Города растут, люди появляются, пассажиры находят приоритет в наших пассажирских перевозках, потому что комфортные автобусы на сегодняшний день, да, и достаточно по сидячим местам сегодня все хотят проехать в автобусе, и поэтому, в принципе, вот такое обновление, которое мы ожидаем в этом году, то есть идет такая планомерная программа по обновлению подвижного состава, и нам уже анонсировали о том, что в 2024 году будет обновление, это в большей степени лиазная группа автобуса городского и пригородного исполнения, но надеемся, что в прошлом году у нас прошло обновление более 26%, то есть это вот, ну, да, четвертая часть мы обновились. Ну, вот еще такой вопрос, да, по поводу обновления, слухи же разные ходят, что вот новые автобусы не всегда новые, что их, может быть, откуда-то привезли. Это новые автобусы или это... Это абсолютно новые автобусы, да. Заводские, как говорят. То есть заводские, да, вот мы с завода их получали, мы их, в принципе, как бы, да, принимали, и мы их ставили на учет и выпускали на линии. Абсолютно новые. А куда деваются, так, между нами, говоря, старые автобусы? Есть программа по утилизации подвижного состава, ну, не только утилизации, есть и продажа, то есть те автобусы, которые находятся в рабочем, достаточно в нормальном состоянии, они были выставлены на продажу, а те, которые уже... То есть мы еще и заработали на них? Да, да, естественно, да. А те, которые уже подвергались утилизации, они были утилизацией в прошлом году, вот у нас была огромная такая, да, вот программа по утилизации. Именно нашим предприятиям было утилизировано 123 единиц подвижного состава. Это же как-то жалко. Вы знаете, ну, наверное, жалко. Но, да, вот такой длительный период был по утилизации, как бы мы не там, не в течение года, да, вот это накапливалось, накапливалось. Но сегодня это большой плюс, потому что мы освободили свои производственные площади, и комфортные, да, автобусы все-таки у нас появляются уже в большей степени большого класса, то есть они по длине больше. Ну, очень такая универсализация, да, происходит. Я возвращаюсь к своему вопросу, потому что все-таки и по закону, и вообще по отношению подкрутить, подсмотреть. Знаете, как вот мы на самолет сосели и смотрим, что все вокруг бегают, мы делаем вид, да, все будет хорошо, но все равно есть надежда, что все подкрутят, все будет сделано. Так и здесь, наверное, проходит осмотр техники, да? Как это работает? Ежедневно у нас служба ОТК при выпуске подвижного состава, она осматривает автобус и выпускает его на линию, и когда автобус выполнил всю свою транспортную работу, завершает, заезжает в парк, снова же служба ОТК со слов водителя, если есть какие-то недостатки, неисправности, и они осматривают машину и дают заявку в ремонтную мастерскую для ее ремонта. А ремонтная мастерская ваша как бы собственная? Соб, да, да, собственная ремонтная мастерская. Если не дай бог, среди бела дня, ну, это все-таки техника, автобус сломался, к нему должна техничка поехать, если что. Есть у нас эвакуаторы, достаточно как бы снова же, да, молодые, закупленные недавно, они еще до трех лет, и, да, если машина не может сама доехать до места как бы дислокации, то за ней выезжает эвакуатор. Ну, мы поговорили о технике, об оборудовании еще один такой вопрос, это вот тема кондиционирования воздуха, потому что лето сейчас, тема чистоты, ну, тут она еще и от нас зависит, от пассажиров, но тем не менее, кто вот за это отвечает? Это тоже отдельно какие-то люди? По системе кондиционирования. Сегодня все автобусы, которые мы получаем новые, они с климат-контролем, и с, да, на зимний период, это система отопления. И даже те машины, которые сегодня все эксплуатируются, они у нас с отопителями и с климат-контролем. Конечно, бывают какие-то недостатки, бывают какие-то неисправности, но которые оперативно стараемся устранить, это тоже наша служба. То есть нет такого, ой, сломался клим, да, езжай. То есть все-таки может сломаться там по дороге, или еще вы все его не будете уже выпускать, пока не почините? Если это в дороге, то, конечно, ну, в принципе, водитель, если понимает, что есть возможность вернуться, есть у нас специалист, есть электрик, есть который по ремонту, как бы, климат-контроля, то он возвращается в парк. Если нет, стараемся, чтобы он закончил сегодня, уже выполнил рейсы свои, а на следующий день, да, уже в ночь мы ставим его на заявку в ремонт. Чистота? Чистота, ну, хотелось бы отметить, что, наверное, даже вот и пассажиры по общему обращению, и мы, как бы, да, выезжая в город, мы видим, что наши автобусы стали гораздо чище, красивее. Ну, что новые, даже как-то не хочется в нем плохо себя вести, наверное. Ну, конечно, служба, которая у нас, специалисты по мойке, укомплектовываем. Огромное спасибо, в принципе, как бы, да, вот и нашему руководству, и правительству, которые рассмотрели и с 1 апреля подняли заработную плату данной категории работников на 20%, ну, понимая важность сегодня, да, что вот автобус должен выезжать с парка чистой, соответствовать всем требованиям. Потому что отчасти это жилецо государства, это общественный транспорт. Давайте немножко поговорим о людях, которые управляют автобусом, как проходит набор в штат, кто сегодня в штате, насколько мы можем быть спокойны. Ну, на сегодняшний день у нас численность всего коллектива 991 человек, из них 636 это водители, то есть это 65% нашего коллектива, это водительский состав. Конечно, есть сегодня, ну, потребность в водительском составе не хватает, комплектованность на сегодняшний день составляет 80%, но хочу огромное спасибо сказать и нашему главе Владимиру Михайловичу, потому что последние вот 3 месяца это было такое активное включение в помощь по укомплектованности водительским составом для нашего предприятия. Значит, были размещены на билбордах, 16 билбордов в городе, которые была информация по набору водителей. Активно, в принципе, была создана такая хорошая, да, вот реклама, ролик, который был на всех информационных площадках размещен, и вот с помощью администрации мы приняли 16 водителей, 2 слесаря, то есть, конечно, это, ну, огромное сегодня вот в такой ситуации, это не только наша проблема, да, вот, это проблема, наверное, как бы и всей Московской области, что не хватает в наших филиалах водителей. Ну, и тут возникает вопрос, оплата водителя, и мы слышали всякие истории по поводу графика работы, потому что все-таки это жизнь людей, то есть, хватает ли ему денег, или он еще ищет, ну, не знаю, поработал на автобусе, потом пошел там таксистом частным подрабатывать. Вы знаете, ну, сегодня уровень заработной платы для водителя в зависимости от марки подвижного состава, это малого класса или большого класса, составляет порядка 90-120 тысяч рублей. Если, конечно, водитель сегодня работает сверхурочно, такая возможность есть при неукомплектованности, то уровень заработной платы, в принципе, как бы у водителя может быть и выше, потому что наше руководство Мостренса, автосовместно с правительством Московской области, они согласовали оплату сверхурочных часов в тройном размере. Если по законодательству там первые два часа 50%, следующие там 100%, то есть это как в двойном размере у нас, в тройном размере. Но, тем не менее, помимо как заработной платы, это тоже сегодня важный фактор, который привлекает работника работать вот в нашей компании, ряд мероприятий, которые разработаны, ну, для поддержки водителей. Понятно, что не хватает у нас местного населения, у нас есть приезжие, которые работают водителем, и для этих работников, ну, для адаптации, можно так сказать, на три месяца ежемесячно дается на обустройство по 10 тысяч рублей. Наш филиал, да, ну, наверное, это такое достояние, и можно этим гордиться. У нас есть собственное общежитие, в котором проживают не только водители и слесаря. Вот это комфортное, удобное, на территории предприятия находится общежитие, и на сегодняшний день проживание для водителей в общежитии бесплатно. Ну, вот видите как. Вот я думаю, на этой приятной ноте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а впереди у нас разговор о картах транспортных, о маршрутах, сколько их, как они меняются. А как вы еще правильно называете остановка? Официально как называется? Остановочный павильон. Остановочный павильон, да, это тоже немаловажная история. Ну и, конечно же, МЦД-3, там тоже кое-что поменялось. Вот все эти вопросы впереди через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях сегодня директор межрайонного автотранспортного предприятия номер один города Люберцы, филиал «Мострансавто» Евгения Ивановна Гусева. Говорим мы о... Ну, в первую часть мы фактически всю автобусной тематике посвятили и, скажем, механическому фактору, то есть самим машинам, и, естественно, людям, которые ими управляют. Выяснили, что, в общем-то, работа водителя сегодня вполне себе даже такая, ну, приятная. Особенно, может быть, для людей. Возраст какой у них средний? Сегодня у нас средний возраст водителя 45 лет. 45 лет, то есть, ну, как бы надёжно уже правила знает, да? Теперь поговорим о самих маршрутах. Ведь эти маршруты, они в каждом городе, в каждом населённом пункте, они появляются, что-то видоизменяется, что-то куда-то уходит, что-то с чем-то плюсует, что-то по-другому. Кто состаёт эти маршруты? Как сегодня эта схема у нас работает? Ну, у нас сегодня 56 маршрутов. Конечно, в большей степени мы работаем по той старой маршрутной сети, которая была создана. Маршруты, да, в большей степени, кто у нас законодателем, да, вот, перевозок является, заказчиком перевозок является администрация городского округа и правительство Московской области. То есть все муниципальные маршруты заказывают услугу городское правительство, так сказать, руководство. И если это межмуниципальные маршруты, это правительство Московской области. Конечно, в принципе, на сегодняшний день, да, вот, растут новые микрорайоны, вот, новые ЖК строятся. И понятно, если требуют перевозки, да, то это создаются новые маршруты. Ну и вам же хорошо, это дополнительно идет, как бы, расширение сети. Конечно, это наше дополнительное, в принципе, как бы, да, и финансирование, наши доходы дополнительно. А как вот строится этот новый маршрут? То есть есть предложение, тоже рисуется схема, вместе с администрацией, да, и рисовывается, да? Конечно, да, с транспортным управлением разрабатывается схема маршрута, остановочные павильоны, какие нужно на данном маршруте, как бы, выстроить. И дальше согласовывается с Министерством транспорта, дорожной инфраструктуры. Ну, это остановочные павильоны, которые касаются именно городского округа Люберцы, но не касаются междугородних, например, те, которые на крайней, ну, уже как бы за... Вроде как к Люберцам они принадлежат. Помните, у нас была там история, переносить пытались какую-то остановку и так далее, на федеральном, скажем так, уровне. На сегодняшний день могут люди обратиться к вам, если внутри городского округа, сказать, а можно нам вот тут остановку построить, или здесь остановка, ну, я не знаю, 2, это такое, уже вроде как меньше людей, чуть-чуть бы передвинуть, там, на 500 метров. Николай, ну, мы слышим пассажиров, когда они пишут обращения, но, по сути, мы всегда их направляем, если это муниципальный маршрут, значит, в администрацию городского округа, если это межмуниципальный маршрут, значит, направление в Министерство транспорта. По их согласованию, да, мы всегда готовы к тому, чтобы или новый остановочный павильон, или продлить, бывает очень много пожеланий, продлить, там, на километр. Да, да, да. Да? Карты, транспортные карты, существует карта Стрелка, существует карта Тройка, где-то они там вместе, где-то не вместе. Вот расскажите нам, как оплата происходит сейчас? Значит, на сегодняшний день в транспорте МОС-Трансавто оплата только по банковской карте, любого банка. Значит, карта Стрелка, это наша, вот, в Московской области, и карта Тройка, совместная Тройка Стрелка и карта Тройка. То есть, в принципе, использование банковской карты, использование транспортных карт, они дают преимущество в стоимости поездки. И эта стоимость ниже от, если это было раньше, сегодня мы уже можем не говорить о наличной оплате, потому что ее нет априори у нас, но это разница в 30%. То есть, использование транспортных и банковских карт. И тема кондукторов, она как, ушла? Ушла абсолютно, и уже, наверное, сегодня такой профессии, как кондуктор, ее просто, ну, вот, нет. Зато есть другая профессия, к которой мы тоже должны вернуться, я не знаю, насколько вы тоже с ней пересекаетесь, это контролеры. Вот, потому что, скажем, вот в Питере там новую такую систему придумали, значит, с названием «Дневной дозор». Вот, видимо, не очень хорошо книгу прочитали, но неважно. Там смысл в чем? Ходят молодые девушки и юноши, которые не являются контролерами, а просто вот они, человек не заплатил, но чтобы не штафать, они вот просто заставляют купить, то есть повышая так продажи, значит, билетов. Но знаем, что контролеры в Москве и в том же Питере, например, ну, в городах-миллионниках бывают довольно суровы. Вот как у нас тема контролера, и как она к вам имеет какое-то отношение? Водитель заинтересован в том, что у него контролер на борту? Ну, сегодня водитель полностью у нас не отвечает за, можно так сказать, не отвечает за контроль оплаты, потому что все транспортные средства оборудованы стационарным оборудованием. И вход по правилам через переднюю дверь, через стационарную, а выход через среднюю, как бы, да, и третью дверь, которые есть. Значит, для водителя, ну, контроль, наверное, для нас, как вот такая структура, это административно-пассажирская инспекция, которая есть, создана при Министерстве транспорта, и они наши основные контролеры, которые выезжают и проверяют наличие оплаты у каждого пассажира, и при такового отсутствия оплаты они выписывают штраф. Да, ранее, когда водитель, ну, был ответственный за контроль, когда у него был и еще и ручной терминал, с помощью которого он мог, да, билеты, тогда этот штраф выписывался и на водителя. На сегодняшний день, в принципе, оплата только касается пассажира, который едет без славы. Каждый должен заниматься своим делом. Я вам хочу сказать, что, наверное, это очень хорошо, когда мы ушли от оплаты водителями, и он принимал и наличные, и у него был терминал ручной. Это дополнительная работа, да? Конечно, дополнительная работа, это его отвлекало от основной работы от управления транспортными средствами в соблюдении правил дорожного движения. Просто для себя мы провели такую статистику, и в части каких-то ДТП, столкновений, несоблюдения дистанции, это бывало, да, что у нас вот на 30% такие нарушения, и вот ДТП связаны были с этим, они ушли. То есть и водитель более свободный, спокойный, он только вот, да, находится в салоне своего вот за рулем и управляет транспортными средствами. И отвечает за довезти, остановиться. Такой вопрос. Есть у вас информация, но, наверное, тоже для вас косвенно. Хорошо платит сейчас народ? Зайцев меньше стало? Или это трудно сейчас установить? Ну, вы знаете, у нас же все автобусы, оборудование камерами видеонаблюдения, и иногда мы, служба и информационных технологий, и планово-экономический отдел, они проводят, значит, съем камер для того, чтобы, ну, посмотреть... Понятно, сколько они заплатили. Да, да, какие мы риски, какие потери у нас от неуплаты пассажиров. Но, по крайней мере, я вам хочу сказать, ну, мы не можем там даже вот назвать, что это 3 или 5 процентов. Это просто какие-то минимальные, да, потери, когда человек... Или у него не сработала карта. Бывает так, в стоп-лист она там пошла, он ее вовремя как бы, да, не разблокировали. То есть, в принципе, ну, мы говорим о том, что пассажиры сегодня, ну, такие сознательные, и выполняют свой... Ну, и потом они же видят, что все-таки брат смотрит, да, старший, да? Ну, да. А кто контролирует вас? То есть есть какие-то такие хитрые контролеры, которые сел в автобус, посмотрел, ага, все работает, автобус чистый, значит, водитель все делает правильно, везет правильно, а не как дрова. Есть такие хитрые службы? Ну, таких, наверное, хитрых служб нет, но для нас, вот я вам хочу сказать, самый, наверное, важный контролер – это пассажир. Потому что на сегодняшний день созданы большое количество каналов связи, куда они могут написать в режиме онлайн. Вот он проезжает, ему что-то не нравится, обращение, и, поверьте, мы, у нас установлены даже такие конкретные, да, временные промежутки. Чтобы рассмотреть этот вопрос. Да, какого времени настолько важно, как бы, обращение, что мы должны рассмотреть, оперативно дать информацию, ну, и, понятно, принять какие-то... Вот решения не просто почитать, да, и никак не отреагировать. То есть вы любое, да, принимаете, потому что даже если пассажир, может быть, слишком, так сказать, ситуацию утроил, все равно вы хотите разобраться. Мы разбираемся, мы снимаем камеру с камер видеонаблюдения информацию и уже принимаем решение. А сколько сейчас до камер, кстати, вот на автобусе должно быть официально? В новом автобусе, который вот мы получили большого класса Марка Нифас, там 10 камер. 10 камер? 10 камер, да. А кто же за ними следит? Специальные люди? Да, да, служба информационных технологий, которые в ежедневном режиме, они проходят и осматривают, нет ли нарушений. А так водитель, потому что на мониторе у водителя в салоне автобуса, да, у него выведены все камеры. И если он видит, что какая-то камера, ну, не показывает, он дает заявку на ее ремонт. Ну, это хорошо еще и, мы же в особое время живем, да, нам важно тоже смотреть, что, не дай бог, чтобы ничего не произошло. Еще одно открытие, это открытие МЦД-3. Значит, тут тоже маршруты меняются, 346, 373, другие. Вот, что происходит? И мы так понимаем, что МЦД-3, там, может быть, впереди еще у нас следующие всякие МЦД или какие-то еще варианты. В последнее время мы видим, что губернатор Московской области и мэр Москвы постоянно вместе что-то открывают. Вот, как вы на это реагируете? Насколько это усложняет или, наоборот, облегчает вам работу? С момента открытия, это с прошлого года, у нас пять маршрутов, вот, которые вы назвали, они были, конечно, их пункт, это было метро Выхина. Значит, эти все маршруты мы перевели, да, до МЦД-3, Косино, Лермонтовский проспект. Вы знаете, сначала были такие сомнения, были какие-то и обращения пассажиров, что это неудобно, потому что привычка дело большое. Но спустя два месяца мы проанализировали пассажиропоток, и, к нашему удивлению, он не изменился. То есть мы сохранили своего пассажира, пассажир, наверное, привык немножко к другому пересадочному узлу, приехали, пересели и выбрали свою точку, куда нужно им доехать. Конечно, это удобно, потому что на сегодняшний день, в принципе, бывают у нас и заторы, бывают какие-то дорожные ситуации. пассажир быстрее доезжает до точки, где потом беспрепятственно он может добраться до своего места работы. Плюс к тому, что сокращение затрат по деньгам, то есть это стало дешевле, потому что пересадочные, в принципе, как бы от МЦД на метро, там, может, вы заплатили один раз, и дальше вы не платите. В разных городах жили люди, да? Забывают еще люди какие-то интересные вещи? Бывали ли, что водители возвращали что-то такое, что человек уже наверняка думал, все, там, телефон, я не знаю. Вы знаете, очень часто, очень часто, и телефоны, и зонтики, и детки забывают свои там какие-то, ну, в большей степени, наверное, да, вспомогательные мешочки, в которых там обувь находится. То есть очень часто, и вот последнее совсем, да, пассажир пишет, вот, оставлены документы. Прошу, если кто-то нашел. И вы знаете, ищем. У нас созданы ведь с водителями такие телеграм-каналы для оперативности. Если мы там что-то получили, или водитель, например, да, он нашел. То есть прямо пошел в салон, да? Да, он сразу как бы, потому что по окончанию каждого рейса водитель обходит салон с точки зрения транспортной безопасности. И, конечно, если он что-то находит, если он понимает, ну, там, ну, ручка, ну, карта, ну, еще чего-то, да, он, в принципе, как бы, это диспетчер... Сберон находок работает. Да, да, работает. Он диспетчера оповещает, и уже мы в курсе, да, что у нас, какая находка. Бывает случаи, когда оставляют какие-то более громоздкие предметы, и понятно, что там уже водитель действует согласно инструкции. Он вызывает, да. То есть даже может вызвать проверку на терроризм, все вещи. Конечно, да. На терроризм. Он отъезжает в безопасное место, он высаживает пассажиров, он звонит диспетчеру 112, и приезжают службы, да, для того, чтобы, в принципе, ну, посмотреть этот предмет, потому что... Но при этом, видите, как транспорт не меняется, а люди сбывают. Да, да, да. Спасибо вам огромное, Евгения Ивановна, в вашем лице, всему коллективу, потому что действительно хороший, современный, длинный, как мы говорим, автобус, где можно даже не стоять, а сесть, это, наверное, для любого человека, даже если он одну остановку проедет, особенно летом, сейчас лето обещает, будет жарко, и будет работать все то, что вы говорите, он, может быть, еще и две проедет, лучше потом пешком пройдет. Итак, директор межрайонного автотранспортного предприятия номер один города Люберцы, филиал МОЗ Трансавто, Евгения Ивановна Гусева, была гость нашей сегодняшней программы. Большое вам спасибо. Спасибо. Всем хорошей работы, ну, а нам внимательно следить за транспортом и беречь его, чтобы он послужил как можно дольше. С вами был Николай Пименко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин